Девушка Роксану В прошлой серии мы расстались на вопросе о том, что купила Роксану по рекомендации своей финансово-экономической жабы, для того, чтобы выстроить свою первую точку опоры. И как многие уже поняли, происходящее на экране подсказывает ответ на этот вопрос. Роксанна благодарит всех тех, кто высказался по поводу заданного вопроса. Правильных ответов было несколько, и как подметил один из зрителей, Роксанна может купить что угодно. Но угодно было купить именно игровой зал, ибо только он способен быстро окупиться и впоследствии самостоятельно нейтрализовывать затраты на свое обслуживание. А если к нему купить еще и самый дешевый игровой автомат и растиражировать его по всем слотам игрового зала в перемешку с теми игровыми автоматами, которые были добыты ею при активации, то можно будет не только нейтрализовать затраты, но и получить ежесуточный пассивный доход 4500 долларов с учетом уже удержанных 500 долларов в сутки за обслуживание. Но давайте обо всем по порядку. Однако что-то мне подсказывает, что перед тем, как начать, следует внести кое-какую ясность, ибо некоторые из зрителей неправильно интерпретировали посыл этого сериала. Он не в том, чтобы показать, как зарабатывать деньги в GTA Online. Об этом снято 99,99% видео, и делать еще одно не имеет смысла. Он в том, чтобы показать, как правильно распоряжаться, то есть как уберечь заработанное, по крайней мере на этапе становления. И причиной его появления стало не количество нищенствующих в игре игроков, а высокий спрос на фарм, читерство и прокачку по причине того, что игроки не могут уберечь заработанное. А посему, если вы считаете этот золотой фонд информации пустой болтовней, извините, но ваше мышление работает в абсолютно другой плоскости. И если вы сами не сделаете что-то, чтобы ваше мышление работало в нужной плоскости, то ни одно видео от Роксаны вам не поможет в этом. Ну а мы возвращаемся в тот славный момент, когда Роксана сделала первый шаг к постройке своего фундамента и купила игровой зал. Не офис, не склады, не бункер и не базу, а именно игровой зал. А видеозарисовка о том, как Роксана таскала ящики, не более чем демонстрация просчета вариантов, подобно тем, что делал Майор Гром в одноименном фильме. Думай, думай. И вот тут кое у кого возник вопрос. Ведь у нее был всего один подъемный миллион, а на игровой зал нужно два. И это первая ошибка большинства, покупать все самое дорогое. Чем меньше стоит перспективный пассив, тем проще его вывести в активную зону. Не обращая внимания на то, где он расположен территориально. Проанализировав рынок деловой недвижимости, Роксана решила купить зал Пиксельный Пит в Палетобэй, но ей нужно было где-то заработать еще минимум 235 тысяч. Сделать это можно многими путями. Роксана выбрала прохождение квестов, ибо некоторые из них были направлены на получение некоторых ништячков с бонусами, которые можно использовать в ограблении. Ссылка на плейлист с прохождением квестов по подсказочке в верхнем правом углу и в описании. Нашей юной бизнес-леди повезло, и пока она занималась прохождением квестов, боги Рокстара выкатили серьезную скидочку на игровые залы, и Роксана смогла себе позволить игровой зал в локации Ла Меса по цене пиксельного Пита в Палетобэй. Мелочь, а приятно, но о том, что она делала дальше, рассказывать великого смысла нет, ибо все, кто покупает игровой зал, проходят через это активация, разведка, подготовка к ограблениям. И вот тут Роксану ждал неприятный сюрприз, касаемый ментальной стороны вопроса, которую некоторые из зрителей назвали водой. Но что вода для одних, для других – это ключевая информация. И на этом вопросе, вопреки всех их возмущениям, мы остановимся подробнее. Дело в том, что в ограблениях казино разработчики, кроме тупого подхода, который называют Shotgun Approach, и который имеет славу бессистемного тупого штурма, ввели еще несколько разных вариантов, делающими ограбления казино на порядок интереснее всех уже существующих. А подавляющее большинство игроков на тот момент времени безвылазно фармили операцию «Богдан», для прохождения которой большого ума и сообразительности было не нужно. А посему, Роксанна столкнулась с тем, что присоединяющиеся к ее ограблению казино, рандомные тиммейты раз за разом действовали как на операции «Богдан», поднимая тревогу, и тем самым хери все старания Роксанны к бесшумному выносу казика. Объяснять многим из них тонкости этого подхода оказалось абсолютно бессмысленным делом, ибо их мышление совершенно отказывалось воспринимать адекватно иные методы, кроме тех, что они использовали в прохождении операции «Богдан». По существу, они были не способны проходить что-либо еще, кроме операции «Богдан». И в конце концов, с матюками покидали ограбление. Кстати, с этим связана одна забавная история. В одной русскоязычной семье полуторагодовалые близнецы внезапно заговорили по-английски. Как выяснилось позже, их папаша, оставаясь с ними дома, многократно фармил Богдана, а дети смотрели. В момент, когда начиналась та самая катсцена, он выходил, а дети смотрели это все как мультик, и в результате, выучив реплики, пытались их воспроизвести в силу их способностей. Это обнаружила их мамаша, которая случайно подслушала их лепет. Один говорил «Клиффорд из Эссел», а сестра ему отвечала «Экзектли». И вот таким образом мы подошли к тому, что самым лучшим и самым естественным активом, который невозможно купить, а возможно только приобрести, исключительно проходя различные миссии. И этот актив называется «Навык». Навыки в GTA Online — это не столько полосочки индикатора на визитке игрока, сколько способности, приобретаемые во время прохождения разнообразных миссий, а также умение принимать решения и правильно действовать практически на подсознательном уровне. А без его практического приобретения игрок, который покупает так называемую прокачку денег и опыта, все равно остается абсолютно бесполезным тиммейтом для других игроков и абсолютно бездарным виртуальным инвестором для себя. Ибо тратит он свою накрученную мошенническим образом игровую валюту на приобретение пассивов. Но в силу того факта, что не имеет соответствующих навыков, даже перспективные пассивы для него так и остаются пассивами, которые тянут его виртуально накрученную валюту из его кармашка. И именно вот этим товарищам GTA Online надоедает быстрее всего и, чувствуя свою бесполезность в игре, одни из них надевают нелепые костюмы и начинают кошмарить сессии, пытаясь приподнять свою самооценку. А если им попадается более сильный противник, подключают читы. И при помощи них начинают в буквальном смысле преследовать того, кто, используя свои навыки, станцевал джигу на их криворукости. Причем некоторые из них делают это настолько фанатично, что складывается ощущение, что в сумасшедшем доме кто-то установил на комп GTA и ушел по делам, а один из психов запустил ее и начал строить в сессиях свой закон и порядок, понятный только ему одному. Те же, кто добился всего сам, понимают все принципы, описанные в этом мини-сериальчике, просто играют в свое удовольствие и об игровой валюте даже не задумывается, потому что она приходит к нему сама во время игрового процесса. Вот и вся философия. Субтитры создавал DimaTorzok